Музыка Для 230 учеников школы гимназии Мрия сегодня двойной праздник. В подарок к началу учебного года им открыли новое здание учебного комплекса на французском бульваре 60. Мне бы хотелось поздравить всех наших детей и родителей с тем, что они обрели такие прекрасные стены. И возможности, которые возрастают, безусловно, и у учителей, и у детей. И сегодня не просто 1 сентября, а сегодня рождение новой мечты. Мечты с 13-летним стажем и с новыми возможностями. Конечно, я хочу пожелать в первую очередь каждому родителям успехов с своего ребенка. Оснащенную по самым современным мировым стандартам школу обустроили буквально за три месяца специалисты компании Кадор Групп. Я хочу сказать огромное спасибо Однану Кивану и всей семье, Руслану и Ольге. Вы знаете, все лето к нам было только два вопроса. Все ли нам нравится и чем еще помочь? Спасибо вам большое. Когда-то мне удалось учиться в Лондоне. И я вас уверяю, комфорт в этой школе точно на много раз лучше, чем в Лондоне. Зимой будет всем тепло и летом будет прохлада под микроклимат, безопасность. И самое главное, под такое руководство и учителя, которые заполнены энергией, они подарят вашим детям много-много знаний и много уюта. В восторге от новой школы и ученики, и их родители. Больше всего понравилось то, что она вся белая. Все белая? Да. Вот уже был первый урок у вас? Нет, ничего не было. Что еще интересного в школе? Интересно было все, и я не ожидал, что она будет такой красивой. А тебе что понравилось? То, что она белая, и то, что там сенсорные доски, и телевизоры есть. Вообще-то телевизор – это и есть сенсор. В этом году мы переселяемся в новое здание. То есть новые эмоции, новые хорошие чувства, красота. И я думаю, даже как-то безопасность. То есть уверенность в том, что завтра будет только лучше и лучше. Двое дочерей Марии уже закончили Мрию. Еще двое учатся в седьмом и одиннадцатом классах. В школе довольны все. У родителей самое дорогое, что есть, так же самое, как у нас – это дети. Самое дорогое хочется доверить в хорошие руки. Начали с двумя старшими дочками. И вот мы до сих пор с Мрией. Ну, как бы не подвели, мы стараемся тоже не подводить. Старшая из школьниц уже в следующем году заканчивает одиннадцатый класс. Планирует поступать в Киев на экономиста. Говорит, учителя сильно помогают в судьбоносном выборе. Ну, нам они всегда помогают с выбором. Они, как бы, помогают нам понять, что нужно нам именно, каждому из нас, индивидуально. От школы она просто в восторге. Наша школа, она всегда чистая, светлая. Учителя у нас очень добрые и отзывчивые. Потому что у нас вообще коллектив такой везде, ну, дружелюбный, дружный. Все, есть свои традиции у нашей школы. У нас есть свой гимн. Основными достоинствами школы родители называют ее удачное местоположение «молодой, но опытный коллектив». Отмечают индивидуальный подход к каждому ребенку. Я отдала ребенка в развивающий класс, нестандартное обучение. Я вижу плюсы, что у ребенка не только вбивается, да, один плюс один, а у ребенка развивается разносторонняя личность во всех планах, да. Он настолько стал смотреть другими глазами на мир. Я иногда его слушаю и думаю, так, Дима, откуда у тебя это и вообще откуда к тебе это пришло. А это все школа. Меценат Аднан Киван считает, что таких школ, как Мария, в Одессе должно становиться больше. Образование – это не очень прибыльный бизнес. Можно сказать, очень неприбыльный. Но мы уже поставили первую ногу и с помощью Бога будем строить много школ, много детских садиков и скоро в Одессе не будет такого дефицита. Вот и прозвенел первый звонок в новом здании учебно-воспитательного комплекса «Мрия». Сели 1 сентября за парты вместе с его учениками Сергей Бандур, Алексей Филиппов, 7 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова